Всем привет! С вами FIFA Vanga и сегодня мы предложим FIFA 18 спрогнозировать результат встречи Англия-Бельгия. В матче двух лидеров группы G осталось выяснить лишь одно, кто из них займет первое место. Самое интересное, что дотошные журналисты уже посчитали, что более выгодная сетка матчей ждет ту команду, которая в итоге будет второй. Но подтолкнет ли это англичан и бельгийцев на игру в поддавки вопрос спорный. А вот ожидать выхода на поле игроков, которых не было в основе в первых двух турах вполне можно. Итак, к матчу. Острее начали бельгийцы и сходу оккупировали штрафную зону соперника. Результатом такого давления уже на девятой минуте стал первый гол, который записал на свой счет Лукаку. Спустя 8 минут Дели Али был близок к тому, чтобы восстановить статус-кво, но мяч попал лишь в каркас ворот. На 30-й минуте Али вновь оставили без опеки и дали ему шанс на дальний удар, но на сей раз он пробил не сильно и по центру. А на 36-й минуте провалом в обороне бельгийцев воспользовался Стерлинг. Рахим убежал на свидание с Куртуа и сравнял счет. 1-1. Тут же еще один острейший момент возник у Англии, но арбитр зафиксировал офсайд у Кейна. Первый тайм завершился боевой ничьей. А как по-твоему закончится матч Англия-Бельгия? Оставляй свои прогнозы в комментариях. В начале второй половины у Кейна был шанс вывести Англию вперед, но из выгодной позиции он пробил не сильно. Еще один момент у Кейна и вновь без особого результата. На 62-й минуте Азар опасно пробивал с угла штрафной. Пикфорд на месте. А на 78-й минуте мог забивать Караско, но вратарь вновь выручил. Спустя 3 минуты стопроцентный момент запорол Лукаку. С убойной позиции он выстрелил в штангу. До конца матча больше забитых голов мы не увидели. FIFA прогнозирует ничью 1-1. Как все будет на самом деле узнаем уже очень скоро. Ставь лайк, если будешь смотреть матч Англия-Бельгия. Пиши в комментариях свои прогнозы на него. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!